Виталий, приветствую тебя! Очередная торговая сессия. Соответственно, среда. Время нашего традиционного эфира. Обсуждаем рынки, технику и фундамент. Говорим о самых актуальных рыночных возможностях и, конечно же, подсвечиваем их до тех, кто нас с тобой смотрит, пытается найти интересные точки входа и старается использовать тот фундамент, который есть. Очень хорошо то, что у нас есть возможность встретиться сегодня, буквально за день заседания Европейского Центрального Банка. Напомню, что заседание ЕЦБ состоится в четверг и ожидается очень серьезная волатильность на финансовых рынках. Причем в этот раз торговая сессия четверга будет крайне перенасыщена на фундаментальный фон. Первое ЕЦБ, второе заседание Банка Японии. Кому интересно, кстати, я не то чтобы сегодня хотел бы разобрать пару доллар-иен, но на своем брифинге рассказывал. Кому интересно, можно там еще подзаработать, если оставить на дальнейший рост в ходе сопротивления 140 пиен за один доллар. Еще в четверг будет своего рода, возьмем в кавычки, развязка по поставке газа в Европу российского через Северный поток. Секундочку. И сейчас все пытаются оценить, будут ли там какие-то припомны дополнительные, возобновится ли работа с Северного потока. Если да, то сколько газа в этот раз уже будет прокачиваться через него, вступать в Европу. Но я вот вижу в средствах массовой информации уже есть подтвержденная инфа, что в четверг этот газопровод не возобновит свою работу, потому что нужна турбина, которая сейчас зависла в одной из европейских стран, потому что там проблемы с сертификацией. Поэтому если допустить, что все будет развиваться по крайне оптимистичному сценарию, нужно ее поставить, доставить к месту установки, установить и проверить работу. Поэтому вот на Блумберге говорят, что наиболее вероятные сроки при самом оптимистичном сценарии это в середине следующей недели. В любом случае, что это значит для европейской валюты? Первое. Я не ожидаю от ЕЦБ каких-то сверхагрессивных действий по ужесточению монетарной политики. Я считаю, что ЕЦБ будет также где-то в хвосте идти по темпам повышения ставки среди всех развитых стран. И для меня, вот я идею для себя такую выбрал, что более скромные темпы повышения ставки, которыми ЕЦБ отстает от других центральных банков, это возможность торговать контрастом монетарных политик. Если сравнить, например, с долларом, ЕЦБ в лучшем случае на следующей неделе, точнее в этот четверг, повысить ставку на 50 базисных пунктов, а ФРС уже на следующей неделе в диапазоне 75-100 базисных пунктов. Я, кстати, сторонник того, что на 100 они могут расщедриться и поднять ее сразу до 2,75%. Причем ставка Европейского центрального банка даже в случае повышения на 50 базисных пунктов останется в районе нуля, если говорить о депозитной ставке, которая сейчас отрицательная на минус 0,5%. Я считаю, что вот этот рост евро, который, да, в демонстрации перейдем, который мы сейчас видим, он больше связан с техническими факторами, ну, очень, конечно же, мощный уровень был паритет, который все хотели сразу пробить, и в том, что греха оттаить, я тоже допускал, что он будет сразу там пролет ниже и так далее. Но рынок вот решил, что рановато еще выйти ниже паритета и дал такую мощную коррекцию почти на три фигуры. Сейчас котировки 1,0247. Какая идея? Я предлагаю дождаться заседания Европейского центрального банка, там 100% будет всплеск волатильности и может зацепить сопротивление 1,03. Поэтому в качестве сделки будет sell limit 1,03, stop loss 1,0360 и ждем уже снова евро в районе паритета. Причины, почему евро будет снижаться, контраст монетарных политик, неизбежное дальнейшее укрепление курса доллара и усиление энергетического кризиса, который будет влиять уже новыми красками по мере наступления осеннего и зимнего сезона. А если окажется так, что будут какие-то дополнительные трудности с прокачкой газа через Северный поток после того, как он восстановит свою работу, то тогда, конечно же, усиливающийся на этом фоне энергетический кризис полкнет инфляцию в еврозоне выше 10%. Вот тут уже, конечно же, будет беда. Я сторонник того, что при текущей экономической конъюнтуре, при текущем новостном фоне евро не на чем, собственно, расти. Поэтому ставка здесь шорт. Так, по поводу золота. Котировки 1707 долларов за тройскую унцию. Как в случае с паритетом по паре евро-доллар здесь вот прям напрашивается пробой отметки 1700 и возможность там снижения. Почему сторонник идеи продажи золота? Потому что, опять же, вижу хороший бэкграут в виде высокой доходности американских облигаций, верю в дальнейший рост курса доллара. Причем, если не сейчас, вот не на этой неделе, то перед заседанием ФРС и по факту самого заседания ФРС на следующей неделе точно он должен еще раз напомнить всем, кто самый главный красавчик, опять же, на валютном рынке. Причем по золоту еще обращаю внимание на индекс страничных настроений Кайман. Каждый раз, когда в последние недели мы с тобой обсуждали золото, я говорил про индекс страничных настроений и говорил о том, что хорошие сигналы на основании этого индикатора продать золото. И с тех пор золото вот становится все ниже и ниже. Снижаются уже 5 недель подряд. Это самый продолжительный исходящий тренд за последние, по-моему, 4 года. И это снижение сопровождается бешеным темпом оттока средств из золотых ETF фондов, например, самый популярный ETF SPDR Gold Shares. 95 тонн золота физически было выведено за последний месяц. Это самый значительный темп оттока такого капитала, мне кажется, лет за 15, если не больше. Золото я не верю на текущем фундаменте и считаю, что 1670-1650 мы легко можем увидеть. Так, по нефти смотрю вверх. Как и всегда, Байден съездил на Ближний Восток, не договорился. Саудовская Аравия на текущем этапе не увеличит объем нефтедобычи, поэтому продолжаю работать с прежним дефицитом, ждать осенний-зимний сезон, где дефицит станет еще более актуальной и значимой проблемой для всех. И рассчитываю, что нефть на этом фоне улетит в район 115-120 долларов за баррель. И еще одна краткосрочная сделка сегодня связана с публикацией одного релиза. Сегодня в 15.30 по московскому времени выйдут данные по инфляции в Канаде. По прогнозам, индекс потребительских цен может вырасти существенно с 7,7% до 8,4% и, разумеется, на фоне роста инфляции снова заговорят о том, что Банку Канады будет необходимо снова повысить процентную ставку. Мы видим, что буквально с 13 июля идет укрепление канадского доллара. Если сегодня прогнозы экспертов оправдаются, инфляция вырастет существенным образом, то канадский доллар может на этом фоне укрепиться еще значительнее. Поэтому я рекомендую шортить прямо с текущих уровней. Стоп-лосс 29.10 и тейк-профит на отметке 1.27. Короче, ждем сегодня отчет по инфляции в Канаде. И настраиваемся на заседание Европейского центрального банка уже в четверг. Ну а в понедельник, на следующей неделе, обсудим перед ФИДФРС, что там интересного будет, что по доллару и как этот фон можно использовать уже в новых сделках. Питали, слово тебе. Так, видно рабочий экран? Грузится пока. Итак, всех приветствую. Сейчас обсудим рынок. Скажем, по рынку так, у меня такое мнение. Рынок, вот зря мы, ну, не получилось у тебя. Когда-то у меня не получается. В понедельник пропустили хорошие, скажем, точки входа. Я работал по рынку с индексом S&P 500, ну и другими активами. В принципе, мы работали на рост, скажем так, валют, мажоров всех против доллара. Фондового рынка, биткоина, были очень хорошие точки входа. И здесь один вопрос. Этот рост, он продолжится или это всего-навсего коррекция? И, как ты говоришь, дальше возможно будет дальнейшее падение. Ну, к примеру, евро. Я думаю, там рынки все одинаковые. Вот это в этом вопрос. Напомню еще, когда мы с тобой встречались более недели назад, я по S&P 500 давал рекомендации на шорт. Мы где-то вот торговались где-то в этом диапазоне. Здесь было две точки входа в шорт. То есть первая точка входа, вторая точка входа. В принципе, мы локально через неделю отработали шорт. Ожидалось ниже, да, но так как мы остановились на прошлой неделе возле такого локального уровня отката в районе 37-40, после реакции на данный уровень я с шортов, со своими ребятами, учениками писал в закрытом канале и публично писали, что я выхожу с шортов и рассматриваю покупочки. Здесь достаточно сильная модель торговая была в лодх. И эта модель, она как возможна коррекционная, так и на разворот тренда. Поэтому основную часть покупок закрыта. И часть в безубытках. Посмотрим, что получится с S&P 500. Получится ли какой-то сильный рост в район 40-42 и выше. Или это все у нас пшик какой-то очередной. И мы дальше будем сильно валиться, потому что агрессивная политика ФРС, рецессия, плюс вот эти все моменты с дорогой нефтью. Но есть и плюсы на рынках по поводу инфляции. Так как данные по инфляции, которые выходили на прошлой неделе, они показали рост достаточно такой сильный. Но там было не учтено тот момент, что не учтены цены за июнь на энергоносители. Вот допустим тот же натуральный газ, нефть и другие активы сырьевого рынка. Они достаточно сильно скорректировались. Кто-то там на 15, кто-то на 20, кто-то на 30%. И я думаю, что на следующих данных, которые будут по инфляции, мы увидим как вариант замедления инфляции. И рынки, я думаю, это учли и начали какую-то делать коррекцию. И возможно и ФРС будет не так агрессивно дальше повышать ставки после этих данных. Хотя у них, возможно, есть какой-то каток, который они нацелили поднимать, поднимать, поднимать ставки, пока мы сильно не убьем инфляцию. Хотя 2%, о которых они говорили, так скажем, я думаю, туда мы скоро не дойдем. Но хотя бы там сбить до 4-5%. Поэтому S&P 500, здесь если будет какая-то коррекция, но здесь нужно смотреть, потому что если перекроют сильно вчерашний рост, то здесь дальше можно будет говорить и о, так скажем, и шортах дальнейшем. Поэтому здесь по S&P 500, если будет коррекция, это в район, так получается, 39, да, 0,0, возможно прикупить S&P 500 с общим стоп-лоссом за вчерашний минимум, это в районе 38, 0, 0. Мы покупали достаточно низко, в районе 37, 50, 38, 40. Поэтому как-то вот так, что касается S&P 500. И здесь вопрос, вот достаточно сильный уровень, у нас сейчас 35, 50, ну там несколько локальных уровней, и посмотрим, что с этого произойдет. Дальше аналогично, что S&P 500, я уже раньше говорил, что все рынки криптовалют коррелируют с S&P 500. Аналогично мы покупали биткоин, здесь тоже красивая такая модель, чуть больше нарисовалась, и здесь тоже сейчас мы покупали где-то в районе 20 тысяч, сейчас по 23, 500 покупать достаточно рискованно, так как вопрос состоит, у нас это какой-то существенный рост будет по рискованным активам, или это всего-навсего коррекция, и биткоин где-то 25, возможно 30, и дальше снова на обновление минимум 17, 15, 10. То есть за этим нужно следить, и только по мере какого-то рисования паттерна можно будет дальше сказать о продолжении падения или роста. Поэтому пока рискованно покупать S&P сейчас на максимумах, возможно, чтобы хотел добавить по нефти рекомендацию на шорт, здесь более-менее такое что-то нарисовалось, аналогично на прошлой неделе, очень красиво, продавали в районе 105 с копейками, отработалось, и напомню, кто нас смотрит последние пару месяцев, я говорил, что нефть я вижу среднесрочно, ну, понятие среднесрочно несколько месяцев, оно в принципе так и произошло, и возможно дальше произойдет, на снижение с уровня 120-125, мы это как раз и обсуждали с тобой активно в мае, почему я это говорил, так как рынок, вот этот кризис нефтяной в мире, да, из-за всех событий, он в принципе себя вот, когда это все началось, условно, в начале марта, оно себя отработало импульсом наверх, да, все вот эти риски, и дальше обратно дало реакцию вниз, то есть снивелировало все риски, я, скажем, предположил, что вот этот импульс, он даст какую-то более глобальную коррекцию, с уровня 125-120 мы первые цели, которые я говорил 100, вот этот уровень 97, условно, мы его сделали, дальше там называли, называл цели там 80, возможно ниже, будет ли туда идти рынок, посмотрим, пока с текущих, я бы предложил сшортить нефть, 106 у нас текущие цены, то есть все, что ниже 107-50, вот этого локального откратного уровня, шорт там с целями снова там 100-98, обязательно стопло ставить где-то в район 109, да, конечно, волатильность здесь зашкаливает, обязательно соблюдать риски, потому что все может произойти, и можем, скажем, ее вернуть, так, ну, в принципе, думал, кстати, вот, что золото, вот я вчера с ребятами обсуждал, что золото тоже уйдет на какую-то коррекцию, потому что, в принципе, евро хорошо ушел, вот это покупали, доллар-франк, канадский доллар, фунт, индекс доллара, золото пока никакой реакции, и серебро аналогично, поэтому, возможно, вот если мы сейчас, на текущем моменте, вот прям до обеда условно, удержим, вот здесь такой локальный тренд нарисовался, я думал, что он, скажем, даст толчок на какой-то более существенной, существенную коррекцию по золоту там, возможно, до уровня там 750, 1750 и выше, так как, в принципе, евро неплохо так скорректировалось на более чем две фигуры с паритета, поэтому можно рискнуть вот с текущих 109, у нас сейчас, ну, желательно, чтобы сейчас вот этот часовичок, у нас сейчас пол-одиннадцатого, да, если он закроется, так хорошо, на 1712, если он закроется, то можно купить со стоплосом 1700, да, и попытать удачу на какую-то более существенную коррекцию в район там 1750, аналогично на серебро, вот то же самое, где я вчера писал, но пока вчера этого не произошло, и аналогично, кто торгует там серебром, на 1880 у нас ценность, купить с текущих со стоплосом 1845, условно, да, возможно, тоже нарисуется какая-то коррекция в ходе уровня там 1950, ну, и то говорю, это контртренд, все почему-то отросло, берем евро-доллар, да, аналогично он примерно с золотом примерно ходит, да, и фунт-доллар неплохо отросли, а золото пока на месте, либо оно не будет расти, сработает твоя ставка на дальнейшее пробитие 1700 по золоту, вообще глобально по золоту, у меня такие мысли, я ранее озвучивал, что несколько месяцев назад по сильных шортах, и последний там июнь я уже перевернулся на среднесрочный лон, он не сработал, я говорил, что буду дальше искать точки входа в лон, это текущая, которую я назвал, это так, скажем, очень рискованная, но глобально, я думаю, что мы будем по золоту обновлять уровень, сейчас возможно будет коррекция какая-то, рискован, возможно нет, и дальше мы будем обновлять 1675, вот этот минимум, который у нас был в, это получается у нас февраль 2021 года, и дальше уже нужно здесь будет смотреть, на какую глубину мы уйдем, и где-то здесь, если будут точки входа, она может быть условно одна, или она не сработает, там вторая, третья искать, с коротким ступлосом, чтобы словить среднесрочный лон, так как возможно у нас вот это все коррекция по золоту, и мы дальше уйдем глобально вниз, возможно, из-за кризиса все будет валиться дальше, и золото будет какой-то супермодежный, поэтому пока по золоту вот это рискованное, но кто пытается там поспекулировать, возможно, но по поводу валюты, я сказал, что локально мы отработали, паритеты мы неплохо с ребятами покупали, там евро и другие валюты, сейчас ровно смотрится как в рост, так и на какую-то коррекцию, возможно, уровня 0,3, там, ты назвал, 0,350 будет на ЕЦБ, так как вчера начали, ну, за эти дни начали обсуждать повышение ставки на 0,5%, это было 0,25%, если они там, рынок этого уже все отработал, если поднимут на 0,25%, я думаю, возможно, он чуркнет вниз, но это, скажем так, судьба поговорить, о конкретике я здесь пока точек входа не вижу, что-то подробно. Ну вот, развязка уже близка по евро, это произойдет, друзья, уже завтра, когда ЕЦБ проведет очередное заседание и выкатит решение по процентной ставке, по тому, что он будет делать дальше для борьбы с инфляцией, инфляция в еврозоне тоже на пиковое значение, по 7,6%, и, как я уже озвучивал сценарий, если инфляция ухудшится, то инфляция легко может добраться до 10%. Ну, в общем, посмотрим. Дилетные времена, конечно же, происходят, тренды тоже мощные, главное их использовать, зарабатывать, контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов, это наше традиционное напутствие вместе с Виталией. То есть мы подсвечиваем возможности, а уже как адаптировать их, с каким объемом риском заходить, это все, друзья, уже на вашей стороне. Виталий, тебе большое спасибо, что ты смог найти время сегодня, тогда тоже тебе удачного трейда по ЕЦБ, по факту. Ждем следующей неделе свидания ФРС, и в понедельник уже начнем подсвечивать идеи под ФРС, как говорится. Спасибо тебе большое и пока. Удачи. Продолжение следует...